Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы будем говорить о музыкальном искусстве периода Великой Отечественной войны, о том, как события военных лет находили отражение в музыкальных произведениях. Не могли молчать поэты, художники, музыканты. Они сражались с врагом своим оружием, словом, плакатом, песней. Военный период был одним из самых плодотворных в истории советской музыки. В годы Великой Отечественной войны было создано множество выдающихся произведений. Наряду с военными песнями создавались кантаты, оратории, оперы и крупные симфонические произведения. Центральной фигурой нашей беседы будет композитор Дмитрий Дмитриевич Шестакович, автор знаменитой Седьмой симфонии, посвященной блокаде Ленинграда. С началом Великой Отечественной войны жизнь музыкантов и композиторов, так же, как и всех людей нашей страны, резко изменилась. Все стали работать на нужды фронта. Дмитрий Шестакович вместе со всеми рыл окопы, дежурил во время воздушных тревог, делал аранжировки для концертных бригад, которые отправлялись в действующие части, перекладывал аккомпанементы для небольших ансамблей. Шестакович был уникальным музыкантом-публицистом, который мгновенно передавал впечатления от увиденного. Именно поэтому у него стал созревать крупный симфонический замысел, посвященный непосредственно происходящему. Он начал писать Седьмую симфонию. В своих дневниках автор так описал этот период работы над симфонией. «Я писал ее быстрее, чем предыдущие произведения. Я не мог поступить по-другому и не сочинять ее. Вокруг шла страшная война. Я всего лишь хотел запечатлеть в собственной музыке образ нашей страны, которая так отчаянно сражается. В первый день войны я уже принялся за работу. Тогда я проживал в консерватории, как и многие мои знакомые музыканты. Являясь бойцом противовоздушной обороны, я отрывался от сочинения только когда дежурил или при возникновении воздушных тревог. Летом была закончена первая часть. Шостакович успел показать ее самому близкому другу, музыкальному критику Ивану Свертинскому, который уезжал в Новосибирск вместе с Ленинградской филармонией. В сентябре, уже в блокированном Ленинграде, композитор создал вторую часть, показал ее коллегам. Начал работу над третьей частью. 1 октября по специальному распоряжению властей Шостаковича вместе с женой и двумя детьми самолетом переправили в Москву. Оттуда через полмесяца поездом он отправился дальше на восток. Первоначально планировалось ехать на Урал, но Шостакович решил остановиться в Куйбышеве. Так в те годы называлась Самара. Здесь базировался Большой театр. Было много знакомых, которые на первое время приняли композитора с семьей к себе. Поставили рояль, переданный на время местной музыкальной школой. Можно было продолжать работу. В отличие от первых трех частей, созданных буквально на одном дыхании, работа над финалом продвигалась медленно. Было тоскливо, тревожно на душе. Мать с сестрой остались в осажденном Ленинграде, который переживал самые страшные, голодные и холодные дни. Боль за них не оставляла ни на минуту. Плохо было и без Салертинского. Композитор привык к тому, что друг всегда рядом, что с ним можно делиться самыми сокровенными мыслями. А это в те времена всеобщего доносительства становилось самой большой ценностью. Шостакович часто писал ему, сообщал буквально обо всем, что можно было доверить почте. В частности, о том, что финал не пишется. Неудивительно, что последняя часть долго не получалась. Шостакович понимал, что в симфонии, посвященной событиям войны, все ожидали торжественного победного апофеоза с хором, праздника грядущей победы. Но для этого не было пока никаких оснований. А он писал так, как подсказывалось сердце. Не случайно позднее распространилось мнение, что финал по значимости уступает первой части, что силы зла оказались воплощенными значительно сильнее, чем противостоящее им гуманистическое начало. 27 декабря 1941 года Седьмая симфония была закончена. Конечно, Шостаковичу хотелось, чтобы ее исполнил любимый оркестр. Оркестр Ленинградской филармонии под управлением Мравинского. Но он был далеко, в Новосибирске, а власти настаивали на срочной премьере. Исполнению симфонии, которую композитор назвал Ленинградской и посвятил подвигу родного города, придавалось политическое значение. Премьера состоялась в Куйбышеве 5 марта 1942 года. Играл оркестр Большого театра под управлением Самуила Самосуда. После Куйбышевской премьеры симфонии прошли в Москве и Новосибирске. Но самое замечательное, поистине героическое, состоялось в осажденном Ленинграде. Июльским днем 1942 года небольшой самолет пересек линию фронта. С большой земли в осажденный Ленинград вместе с медикаментами для госпиталя были доставлены четыре толстые тетради. Посвящается городу Ленинграду. Прочитал на обложке дирижер оркестра Карл Ильич Элиасберг. Он уже слышал это произведение еще 29 марта 1942 года, когда симфонию передавали по радио из Москвы. В этот день в здании радиокомитета собрались все оставшиеся музыканты оркестра. Вместе слушали, вместе решили, надо непременно исполнить ее в Ленинграде. Ведь называлась-то она Ленинградская и родилась здесь, в осажденном городе. И вот теперь Карл Ильич Элиасберг держал партитуру симфонии в руках. Нотные строчки взволновали и в то же время испугали дирижера. Где взять такой огромный оркестр? 8 волторн, 6 труб, 6 тромбонов. Их просто нет. А на партитуре рукой Шестаковича написано «Участие этих инструментов в исполнении симфонии обязательно и обязательно жирно подчеркнуто». Да и только ли духовые инструменты? Чтобы исполнить симфонию, требовалось около 80 музыкантов, а в оркестре радиокомитета их было всего 15. Недавно он просматривал списки оркестрантов. 27 фамилий в тех списках были обведены черным карандашом. Эти артисты не пережили блокадной зимы. Примерно столько же фамилий обведено красным. Этих людей нужно было искать по госпиталям и стационарам. Конечно, есть еще музыканты в окопах, в траншеях, опоясывающих Ленинград 200-километровым кольцом. Музыканты эти лежат сейчас у пулеметов, дежурят возле орудий, стоят на постах противовоздушной обороны. Чтобы исполнить монументальную симфонию с огромным составом оркестра, музыкантов отзывали из военных частей. Вскоре в здание радиокомитета на Малой Садовой стали прибывать рядовые бойцы, младшие и средние командиры. В документах у них значилось «Командируется в оркестр или асберга». Подготовка к концерту шла в тяжелейших условиях. Город находился в блокаде уже почти год. Многие умерли от голода. Кто-то был эвакуирован. Остальные были заняты в мероприятиях по защите и обороне Ленинграда. Здоровье оставляло желать много лучшего. Некоторых перед началом репетиции пришлось положить в больницу, подкормить, подлечить. По радио объявляли, что приглашаются все музыканты. У многих была цинга и очень болели ноги. Сначала музыкантов было девять, но потом пришло больше. Дирижера или асберга привезли на санях, потому что от голода он совсем ослабел. Тем, кого вызвали с линии фронта, вместо оружия предстояло взять в руки музыкальные инструменты. На волторне играл зенитчик, на тромбоне пулеметчик. Ударника же у дата Айдарова или асберг спасся с мертвецкой, заметив, что его пальцы еще шевелятся. Музыкантам выдали дополнительные пайки и начались репетиции. 9 августа 1942 года фашисты планировали захватить город, но вышло по-другому. В осажденном Ленинграде состоялся героический концерт, исполнение Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Она стала символом несокрушимости духа жителей, которые переживали ужасы блокады и триумфом победы над нацизмом. Зал Ленинградской филармонии был полон бледными, истощенными ленинградцами. Они пришли, чтобы услышать музыку, посвященную им. Репродукторы и громкоговорители транслировали концерт, и его смогли услышать все жители города, его защитники и даже немцы за линией фронта. В день исполнения легендарной симфонии все артиллерийские силы осажденного города были брошены на подавление огневых точек врага. Ничто не должно было помешать ленинградцам слушать эту музыку. Один из участников войны, находившихся по другую сторону баррикад, признался, что именно тогда понял. Борьба проиграна и сказал, если в осажденном городе звучит музыка, то этот народ не победить. Карл Ильич Ильясберг позже вспоминал, не мне судить об успехе того памятного концерта. Скажу только, что с таким воодушевлением мы не играли еще никогда. И в этом нет ничего удивительного. Величественная тема Родины, на которую находит зловещая тень нашествия, патетический реквием в честь павших героев, все это было близко и дорого каждому оркестранту, каждому, кто слушал нас в тот вечер. И когда переполненный зал взорвался аплодисментами, мне показалось, что я снова в мирном Ленинграде, что самая жестокая из всех войн, когда-либо бушевавших на планете, уже позади, что силы разума, добра и человечности победили. Произошло небывалое, незначащееся ни в истории войн, ни в истории искусства, дуэт симфонического оркестра и артиллерийской симфонии. Грозные контрбатарейные орудия прикрывали собой не менее грозное оружие, музыку Шостаковича. Ни один снаряд не упал на площадь искусств, но зато на головы врага из радиоприемников, репродукторов, потрясающим всепобеждающим потоком обрушилась лавина звуков. Это были первые залпы по Рейхстагу. 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 Ленинградская симфония Дмитрия Дмитриевича Шостаковича является грандиозным произведением. Это история о подвиге, о победе добра над злом. И пока торжественно звучит седьмая симфония, мир будет помнить о победе над фашизмом и о том, сколько людей положили собственные жизни, чтобы мы сегодня имели светлое небо над головой. Выражение «Когда говорят кушки, музы молчат» опровергло самое страшное и кровополитное в истории XX века война. На примере истории создания Седьмой симфонии и подвига музыкантов блокадного Ленинграда мы еще раз убеждаемся в том, что во время Великой Отечественной войны музы не молчали. Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны